привет я собираюсь позавтракать и позавтракать я хочу хлопьями online которые кстати можно купить на вайберис совсем недорого и артикул я оставлю в инфобоксе а также в закрепленном комментарии кстати вот у меня на пачке есть информация о том что сейчас проходит акция соколов можно прийти с этой пачкой в магазин официального представителя в общем магазин соколов и выбрать подарок серебряную подвеску если вам такое попадется то и у вас магазин есть городе допустим то сходите и порадуйте себя у меня хлопья с клубникой также есть еще с яблоком но еще одни я решила попробовать сначала с клубникой вкусно так пахнет поля появилась мисочка моя любимая которая обычный супчик или еще что-то я ни разу не пробовала хлопья с холодным молоком либо с кефиром или йогуртом я обычно пью с горячим в смысле я с горячим молоком сейчас тоже вот думаю это сделать хотя как не попробую с кефиром я налила молочка мне пока нет козьего не знаю получится думала на днях съездить до выдр но тут третий день дождик и видимо это невозможно для меня хоть и 12 градусов сейчас это молочку подогрею пока подогреваю засыплю хлопушка в тарелочку думаю ложка это сделать не переборщить бы тоже с молоком тот раз у меня был цикорий без молока вот как удачно даже не пролилось никуда мимо я помешала хлопушки у меня в этой чашке было молоко я потом собираюсь его и разбавить молоком поэтому сейчас сюда и насыплю цикория вообще я уже пила как-то тут без камеры один раз и как мне кажется он меня болит на пакетике есть информация что можно не более 6 ложек чтобы восполнить инулин в организме то бишь если по 3 ложки то 2 2 чашки можно в день а если по 2 ложки то можно 3 чашки в день кори цикорий от бионова бионова дня основа кстати цикорий тоже можно купить на вайберсе я тоже оставлю артикул в инфобоксе и закрепленном комментарии если память не изменяю тут на днях смотрела цену на него на вайберсе он около 145 рублей за 100 грамм это вообще нормально так ну а сейчас у меня чайник согреется я даю сюда водички а потом уже будем завтракать так чайник вроде как закипает уже но на самом деле он кипяченый не сырой и сейчас дари молочка такая пенка крана прям кофе кофе все-таки цикорий джиншин по запаху отличается от просто цикория такая легкая горчинка молочко у меня в такой баночке баночки все почищает вроде как даже маловато молочка ну ладно если что последствия добавлю и я думаю его разбавить в итоге еще вот этим сиропчиком цикория тоже от биранова и кстати его тоже можно найти на вайберсе я-то делала заказ большой на самом сайте а потом уже узнала что на вайберсе это все можно по отдельности или вместе купить сейчас сменим немножко дислокацию вообще мне очень нравится когда хлопушки совсем растаяли так размякнула сушеные или такие еще полувлажные мне ну мои не мне так невкусно мне вкуснее вот так обалденно вкусненько пока я тут с камерой возилась грела молоко грела чайник они стали нужной консистенции такой как мне нравится вот прям кашка-кашка я скажу что высотая ну помимо овсяницами зерновых хлопья хлопья кукурузные кукурузная клуба сахар и соль это в составе еще сделаем резюм я для семян подсолнечника и клубника сушеная вот мне уже попадались семечки подсолнца и кажется только что была клубничка а вы что любите кушать на завтрак я буквально вчера думала что очень давно уже не делала никаких кашмолочных козье молоко допустим мне уходит чисто с чаем с кофе с коробом или с цикорием и тут внезапно решила снова начать завтракать кашками а вот мне кажется подойдет и тем кто овсянку любит и тем кто любит кукурузные хлопушки с молоком тут там два в одном очень вкусно маленькая шкурка это вся новозёночка попалась я тут так страдала только разобралась на окне вымыла все убрала все лишнее как стало холодать из балкона пришлось убрать некоторые кабачки в итоге у меня тут снова перцы кабачки помидоры яблоки что-то еще мне еще вчера грибов сушеных подогнали собранных ручную в лесу в которой я бы никак ну я бываю там каждый год рядом но до леса все никак не получается дойти там даже место у тети Люси за огородом сразу такой лес срочно начинается в следующем году собираю хочу попроситься к ней пройти вот через весь огород туда подальше глядать там у нее за огородом еще домик какой-то стоит на как ты говорил что там сено хранится еще что-то такой по виду как большой сарай очень жаль что тут дали были три дня и тепло главное и дождь по большей части идет почти весь день я смотрю по приложению по городу ну вроде как несколько дней тепло позвоню и как-то снова кожа закончилась одна просто квашу осталось от воров весь езжу на велике в ноябре но вот видимо не получается стоял дождь только по моему на пару дней а тут сюда как не посмотришь то все дочек стесняюсь последняя капля очень вкусничка прервусь ненадолго снова я тут достала молоком молоко мне баночки такой кстати сейчас поеду на озон я как раз волосы высохли я заказала японский кофе не вот этот вот сделанный для японии последний раз меня муж разочаровал я подумала что он поделка потому что обычно фольга была как фольга а тут была прозрачная пленочка и обычно вот у кода она такая штучка как бы как будто фанерку раскатал поезд в детстве нам дедушка показывал нас там железная дорога на механке была далеко от дома железная дорога как бы есть так вот я наклейку отклеила там какая-то металлическая фиговина и подумала что он не зря мне по вкусу казался какой-то странный и и сомнения были что вместо фольги закрыта какой-то странной пленочкой нам пришла кошка возможно я слышно с молоком кстати очень даже вкусно отдает и самим цикорием не показываю свою долю славы получили он покажет на это в принципе не там так как работ в чем он и цикорием отдает как сам такая легкая слава цикори с молоком сочетать и немножко такое вот женщин кай ну чё идем сюда и иди 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 сюда кошка что-то в последнее время полюбила сидеть на коленях где бы я ни была положение сидя тут же прискакивает и плюхается ну я имею ввиду что если это я дома нахожусь конечно и сейчас ты мне будешь толкать мою руку и на дорогу толкать у меня вчера случилась неприятность вообще позавчера не знаю каким образом но одна труба вышла и другой хорошо что я живу на первом и воды было не так много как могло бы быть я ночь не спала потому что волновалась и соответственно так переволновалась что меня видимо трясло и трясло меня так что наверное это даже чувствовалось по телефону потому что меня отругали шоу а как то вот из-за этого но думаю был бы ты на моем месте была бы ты нам были бы вы на моем месте точно так же бы наверное волновались но если вам не совсем пофигу на все но был у меня товарищ из жил сервиса повезло что был немножко другой дядечка но я так поняла что у них вот это вот такое сейчас я покажу кто я кто ты это видимо у них может они когда уже сервиса принимают мужчину работников вообще не женщина пока еще не встречаюсь короче когда они принимают мастеров на работу они наверное в пункте по приему пишут еще умеете ли вы выставлять свой гонор и говорить кто я кто ты я приехал сюда потому что у тебя у твоего дома с моей организацией договор на обслуживание раз в месяц ты отчисляешь нам свои кровные гроши деньги вообще не помню себе это почти по тысячу в месяц за однушку то и мы как бы обязаны тебе помочь а тут общая добывая труба ко мне приехали где-то часа через полтора и вот вы нашли проблему но зачем я первых не понимаю почему каждый раз они воду мне льют как не в себя если проблема именно с водой свяна и от того что они нальют воду только хуже станет во вторых я не понимаю когда человек знает что то его работа что он как бы в костюме в таком что может и воду встать и не намокнуть и именно его работа связана с водой и местами грязью и вот он начинает говорить что а я не буду это делать я не знаю как это делать и вот несколько время минут пять он вам скажем так выносит мозг что он не будет заниматься тем чем он обязан но в итоге сделает и вот два к одному один у меня человек еще даже на механке такое было приехали но ничего не сделали повыпендривались воды пустили и свалили два раза было что сначала мы ничего делать не будем а потом делали я даже не знаю выльется это мне в какие-то деньги или нет потому что прошлый раз я 635 рублей заплатила за вызов мастера который выдал ложную ложный диагноз моей сантехники смеситель из-за которого пришлось менять смесители на самом деле как мне помогал тогда муж подруги они сказали что там просто прокладка протиралась в каком-то месте можно было обойтись малой кровью на мою счастье был другой мужчина но тоже как-то вот я не буду ничего делать а потом и я в очках он мне показывает там что-то внесу что вот вы видите видите проблему но даже если я ее вижу от того что я ее вижу я ее сутки практически видела и поэтому ну меньше суток ночь ее видела с пол 11 у меня эта проблема появилась вечера я как бы ее видела я даже поняла где и заявки оставила именно там где поняла и вот от того что вы меня тыкаете вместе с фонариком в эту проблему проблема же не решится я говорю я не вижу у меня очень плохое зрение раз отри наверное повторила конечно у меня не настолько плохое зрение как у инвалидов по зрению у меня у подруги есть ну девушка знакомая у нее там с детского возраста зрение стало падать и вот она очень плохо видит конечно же у нее даже дома там техника такая по хлопку плита газовая включается еще что-то умный дом это называется телефон разговаривающий если ей кто-то звонит звонит то он голосом озвучивает что вот такой то номер не надо у меня когтями вцепляться раз уж сидишь на мне то сиди ровно в смысле без когтей а я присмотрела себе свет примерно по формату как мой планшет мой планшет на 12 дюймов но там где-то 14 дюймов единственное что свет со створками панель такая световая потому что когда еще рисовала смр за столом я поняла что немножко мне не хватает света когда последний раз делала обзоры не на все хватает кольцевой лампы даже двух одна у меня rgb другая вот обычная 26 сантиметров я сначала думала периодическим я мысля такая поступала заказать кольцевую лампу 45 или 55 сантиметров 54 она вроде но потом внезапно вспомнила и вообще увидела что бывают световые панели вот с такими шторками где-то от двух тысяч рублей я сначала хотела заказать потом у меня случилась эта проблема думаю сколько она мне вообще выйдется хорошо не заказала но вот где-то гарантия непонятная семь дней ну знаете я отдаю две с лишним тысячи за вещь которая может через семь дней перестать работать я не настолько богатая чтобы раз в семь дней выдавать две тысячи от нас ушли вот с молоком кстати оно очень так как-то сначала кашки поел и я думала что мне мало вот этих двух-трех ложек деревянных изначально сухой кашки платочком мыкнемся а тут ложка всего лишь вот этого сиропчика три ложки цикория молочко обалденно и чувство сытости есть и вот уже ну ничего не хочется я еще думала что у меня есть небольшой кексик мне вчера угостила бабушка думаю может с кексиком попить ну даже яблок не хочется которые тут были одно время на фоне того по-моему эти яблоки называются президент они по виду немножко похожи на победу и на антоновку но они сладковатенькие такие у нас молодая яблоня в саду плодоносить стала так вот я собираюсь как бы пока ну немножко отложила покупку этой этой световой панели потому что где-то гарантия маленькая где-то вроде гарантия есть и описание непонятное я вчера спросила у продавца на озон ну вот знаете людям которые не ждут покупателей и не хотят ничего продавать я спросила вежливо какие размеры там 28 допустим 18 или как самой вот этой панели потому что ни на картинке ни в описании ничего нет ну и мне сказали что смотрите на картинке в описании ответила что если бы это все было я бы вас не спрашивала думаю если человек продавец так относится к потенциальному покупателю то есть что-то сломается то он точно так же грубо будет относиться дальше зачем у этого продавца что-то покупать а еще в другом месте в общем всем спасибо за просмотр я надеюсь вы покушали если вы уже знакомы с продукцией Бианова или Аллайт поделитесь со мной свое мнение в комментарии я вам обязательно поставлю сердечки и я пришла внезапно к выводу что люди которые меня хейтят годами все таки не достойны сердечек потому что они не замечают этого хорошего отношения как бы ты к ним хорошо нейтрально не относился положительная речь чтобы им жизнь хорошего не преподносила они все равно продолжают хейтить поэтому сердечки я теперь буду ставить выборочно ну то бишь тем двум моим старым хейтерам сердечки ставить я не буду уж извиняйте не всегда не всегда приятно читать всякую околесицу про себя любимую всем ну наверное удачного дня и если решили поддержать канал то где-то будет облачко вам скажу спасибо вы как бы поможете развитию канала я может быстрее закажу эту панель может даже закажу чуть подороже потому что есть и за 3 и за 4 тысячи и там вся комплекция практически правда все равно большинство идет что аккумулятор на отдельно покупать можно работать и без аккумуляторов дома то ну и всем пока